Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема» в студии Натальи Китаева. В сентябре столицу республики ждет настоящий театральный звездопад. В Урятии пройдут сразу два масштабных фестиваля – гастроли Санкт-Петербургского кукольного театра и традиционный ульгеровский путь кочевника. Зрителей ждет целая репертуарная палитра от детских сказок до импровизации в стиле ноу-хау. Все сюрпризы обещала раскрыть нам сегодня художественный руководитель театра кукол «Ульгер» Эрдени Жалцанов. Эрдени Батуачарович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем беседу с фестивалем «Путь кочевников». Вот он пройдет в этом году с 3 по 7 сентября. И чем будете удивлять? Расскажите. Ну, я в первую очередь хочу сказать о том, что этот фестиваль, он зародился не вчера и имеет очень такую большую историю. В первоначальном варианте фестиваль был региональный и назывался «Байкальское кольцо». Затем, через какое-то определенное время, вдруг появилась такая необходимость все-таки расширить рамки фестиваля. И он приобрел статус уже международного. И так вот мы пришли к этому названию «Пути кочевника». Как вы знаете, вот вообще вот меня спрашивают, в чем вот концепция, в чем смысл вашего названия, вашей символики. Почему кочевника? Да, и почему кочевника? Ну, я всегда вот на этот вопрос отвечаю тем, что все-таки вот наши театральные братья, особенно вот кукольники, в те еще стародавние времена, они кочевали из города в город и играли свои представления в разных городах, на базарных площадях, на рынках. И всегда они находились в пути и открывали для себя новые горизонты. Вот мне вот очень понравилась вот эта, как такая метафора, что кочевник – это вечный путник, открывающий для себя новые пространства. Как только он остановится, то он уже превращается не в кочевника, а вот такого простого обывателя, скажем так, да, которого интересует только то, что вокруг него происходит. В этом году кто приедет? В этом году к нам приезжают и наши старые друзья, и те новые, которых мы приобрели, когда вот мы ездили на разные фестивали, приезжает Санкт-Петербургский театр имени Демини и спектакль «Коли на сочинении», который нынче стал обладателем двух золотых масок. Затем наши гости из Татарстана, мы с ним уже задружили, они приезжали к нам в гости, мы приезжали к ним на гастроли. Затем приезжает из Якутии, из города Нерингри театр, Чита, Братск. Я знаю, что театры кукол из четырех стран встретятся. Да, а также, кроме этого, наши иностранные друзья, это из Монголии, Монгольский театр приезжает, из Китая приезжает, очень интересный театр, приезжает из Японии. Вот такой у нас. И вот с особенным терпением ждут спектакль «Шедевры китайского искусства», там есть свои уникальные особенности теневого поля. Вот расскажите, что это такое, почему стоит прийти? Ну, я скажу о том, что в 2012 году у нас состоялась поездка в город Чинду, и там, значит, было грандиозное такое собрание всех кукольников мира, со всего мира. Это международная организация УНИМа, театров кукол мира. И нам, нашему коллективу, посчастливилось посмотреть практически со всех провинций Китая спектакли. Ну, насколько я понял, в каждой провинции есть своя какая-то фишка, скажем, в одной провинции. Специфика, да? Да, они работают только, допустим, в теневом направлении. Есть провинции, где у них очень популярна, допустим, вот такая площадная, как петрушка кукла. Есть такая провинция со столицы города Чинду, это Сычуань, с масками, которые тут же прямо на глазах меняют окрас. Из рта кукол изрыгается настоящее пламя. Ну, то есть какие-то технические такие даже фишки, да? Да, с такими техническими наворотами. А что касается вот этого театра теневой, да, он очень любопытен, он очень интересен. Ну, хочу сказать, что просто китайский театр, он имеет свою специфику и свои какие-то, свое понимание, скажем так. Вообще, в принципе. Да, театра кукол. Я могу сказать, что вот у нас также очень интересен театр теней города Москвы. Они тоже очень замечательно работают. Но дело в том, что просто у театра кукол Китая есть свои сложившиеся давние традиции, и своя эстетика, скажем так. И всегда у них спектакль заканчивается празднеством, ну, как у нас сейчас говорят, хэппи-эндом, да? Несколько торжественно. Да, торжественно, пафосно, красочно, ярко. И это, все это было наряду с теми спектаклями, которые привозили из Америки, из Западной Европы. Когда там все почему-то катаклизмы, все плохо, серо, убого. Как-то вот два мира, и вот такое было интересное сочетание. И вот наша задача, так как вот Ульгер, город Улан-Удэ, Бурятия, находится на стыке двух культур, Запада и Европы, Азии и Востока и Запада, Азии и Европы. И так как мы являемся своего рода продуктом двух культур, сочетая в себе и Санкт-Петербургскую театральную школу, и в то же время как бы что-то вот свое, да, вот свою какую-то природу, скажем так. И мы, как кочевники, приглашаем других кочевников Азии и Европы на такое празднество, где они могут поделиться опытом, показать друг другу свои какие-то наработки. И самое главное, для нашего Улан-Удэнского зрителя это будет очень интересно увидеть весь вот этот красочный спектр. Всю палитру. Да, всю палитру, что из себя представляет театр. 3 сентября старт, открываете фестиваль, вы и своя постановка «Говорящий с ветром». Вот расскажите, очень интересное название, сегодня мы были на репетиции. Что там? Там очень много всего, минимум декораций. Я последние все вот эти, ну как я начал работать в театре «Ульгер» с 2000 года, а начал я с того, что стал сочинять. Это просто что-то принципиально новое. Сочинять сам пьесу, драматургию и сам, соответственно, ставить. И мне показалось в то время, что это, наверное, наиболее такой приемлемый подход к постановкам спектакля. Потому что к тому времени все вот эти детские пьесы, драматургии, особенно вот наших местных авторов, хотя практически вот кроме Михаила Жаловича Батаянака, никто кроме него и не писал. Вот. За недостаточностью информации, пьес, драматургии приходилось самому сочинять. И последующие годы это стало приобретать такую, скажем так, какую-то свою стилистику начал приобретать. И я так подумал, а не лучше ли действительно самому сочинять историю и самому ставить. Потому что драматург пишет, а потом, если, допустим, режиссеру не понравится, вся его работа входит, как говорится, в стол. Ну да. Да, вот. А тут уже ты наверняка знаешь, если ты написал, значит, для чего ты это? Скорее всего поставил. И, скорее всего, я это поставлю. Поэтому вот последняя вот эта история, говорящая с ветром, аналогичная ситуация, когда вот меня заинтересовала судьба нашего героя, прототипом, которым он является, да, Тор-Эбанди. И мне вот захотелось поставить вот этот спектакль. А дальше, как говорится, делу техники, сочинилась вот эта история уже охудожественная. Этот герой уже не тот настоящий Тор-Эбанди, а он уже вымышленный персонаж. И, соответственно, мы придумали его судьбу и его завершение, вот что с ним происходит в конце. А почему говорящий с ветром, ну вот для меня, вот, как представился герой, только на коне и на скаку он может наравне говорить с ветром. То есть это ощущение свободы. Свободы. Да. Я так понимаю, что постановка ориентирована на взрослую аудиторию? Да, больше на взрослую. Ну, сейчас в репертуаре театра около 50 спектаклей, да? Вот какой из них самый популярный на сегодня? Вот на что ходят сегодня зрители? Ну, традиционно наш зритель – это дети. И дети разной возрастной категории. Есть ребятишки дошкольного возраста, это детские сады. Для них у нас есть свой репертуар. Есть репертуар для детей младшего школьного возраста и среднего школьного возраста. Я почему и спросила, потому что открываетесь с такой взрослой постановкой, да? Ну, так получилось. И хотелось как-то все-таки вот показать нашим гостям и нашим зрителям, что у нас в репертуаре есть и такие спектакли, которые ориентированы именно на взрослого зрителя. Разные. Да, таких спектаклей у нас в театре очень мало. Сразу признаюсь в этом. Хотя во многих театрах сейчас, во многих театрах, даже на Западе существуют такие театры, которые ориентированы только на взрослого зрителя. Но это театры кукол именно. Понимаете? Ну, кроме этого, конечно же, не обижает и малышей. Есть и такой репертуар. Ну, вот специально для постановки «Говорящий с ветром» экскизы к спектаклю сделал бурятский режиссер Салбон Лыгденов. Вот это первый опыт работы такой совместный. И вообще, как решили поработать? Мы видели рисунки. Ситуация складывалась иначе. Два года, вернее, три года назад, когда задумался этот спектакль, я искал художника, именно художника-кукольника. И вот однажды познакомился в Москве с очень известным театральным художником-кукольником Виктором Платоновым. Его действительно в России очень хорошо знают и за рубежом знают. И мы с ним начали вести переговоры. Но в какой-то момент он очень сильно извинился и сказал, что у него там планы поменялись, какая-то поездка там и так далее. И не сможет вот такие сроки выполнить вот эту работу. Мне пришлось срочно искать... Кого-то другого. И тут вспомнил, что Салбон Лыгденов как раз-таки делал серию иллюстраций именно на эту тематику, на тематику Сайнера. Вы сами ему позвонили? Да, я сам позвонил с ним, переговорил. И однажды даже ему сказал, еще до моего официального приглашения в качестве художника. Слушай, говорю, дорогой Салбон, а это вот этот... Вернее, не портрет, а картина. Девять сценеров. Ты, говорю, откуда эта история-то знаешь? Я как раз собираюсь ставить спектакль. Он говорит, ну не знаю, вот так получилось девять. Я ему говорю, что вот на самом деле их было девять изначально. Вот. А он как-то вот подсознательно... Вот совпало, видимо, да? Вот. Ну и дальше вот мы начали активно сотрудничать и пришли к тому, что вот он, как сказать, ну предоставил ряд эскизов. И вот по этим эскизам мы вот постарались сделать куклы. В этом году отмечаете свой 50-летний юбилей, имею в виду театральный, да? И специально к этой дате приурочили, гастроили вот как раз-таки Санкт-Петербургского театра кукол. Пять лучших работ этого театра будут представлены, да? Вот чем театр этот интересен, расскажите. Потому что это не только детские спектакли, это подростковые, тоже более взрослая аудитория. Ну, если бы я этот театр очень хорошо знал, конечно, я мог бы многое рассказать. В принципе, об этом театре много информации есть и в социальных сетях, в интернете, да? Мы запустили ролики. Ну, почему зритель должен прийти, да? Да, да. Ну, прежде всего я скажу, что это большой театр кукол города Санкт-Петербурга. Так же, как в Москве, театр Образцова. То есть они вот являются таким, скажем так, эталоном, да? И там работает художественного руководителя, главным режиссером, тоже наш очень близкий, знакомый. Руслан Кудашов в одно время тоже вместе учились, он же является золотомасочным неоднократно режиссером-постановщиком, который действительно держит театр, держит коллектив в таком очень тонусе, на высоком творческом, скажем так, уровне. Они ставят очень смелые постановки. То есть есть театры, которые работают традиционно, скажем так, по таким наработкам, по русским народным сказкам, по сказкам этих известных писателей зарубежья. То есть вот 70-80% российских театров имеют одинаковый репертуар. Но вот что касается отдельно взятых театров, таких как, допустим, БТК, то они вот смело берутся и за такие вещи вот на библейскую там историю, допустим, да? Экклесиаз, да, импровизация. Да, и вот это еще вот то, что мы говорим, смелые эксперименты, когда актер очень активно, пластически существует в этом сценическом пространстве и куклы. Это очень смелые такие шаги, хотя театральные критики постоянно обвиняют режиссеров и актеров в том, что вот театр кукол должен оставаться театром кукол, куда вы сами, актеры, лезете сюда на передний план и так далее, да? А вы как относитесь к экспериментам, импровизациям? А я отношусь к этому совершенно адекватно, нормально. Я сам-таки пробую, экспериментирую. И мне всегда бывает интересно то, что никто до этого не делал. И вот почему нужно прийти на эти спектакли Большого театра кукол, потому что действительно вы такого, наверное, еще никогда не видели. Вот это действительно интересно. Ну вот в этом году юбилей, если говорить об итогах, если немножко подводить итоги, да, за весь период, вот что можно сказать? И еще один такой вопрос. Зарабатывает сегодня театр? Ну, у нас есть план, и мы должны эти планы выполнять. И, конечно же, помимо этого, театры должны зарабатывать себе на жизнь, на хлеб, как говорится. А как иначе, если бы театры сейчас мы не зарабатывали, ну, тогда мы просто закрылись, вот и все. А есть какой-то, вот, может быть, основной сезон в театре? Основной сезон, да, основной сезон начинается у нас с 1 сентября. Уже который год мы именно 1 сентября открываем театральный сезон. И начинается вот такая плотная работа, включая новогодние все наши елки, потом плавно переходя в белый месяц. И после белого месяца начинается вот такой некий такой, как бы, спад. Там уже можно спокойненько заняться репетициями, новой постановкой. Но затем в мае месяце опять начинается вот этот пик. Да, то есть сейчас фестиваль, а дальше уже, собственно, приготовление, наверное, Да, совершенно верно, да, к Новому году, к Новому году. Ну, вот, что касается фестиваля, показаны, будут организованы одновременно на трех сценических площадках, да? На трех сценических площадках театр Кукол Ульгер, Бурят Драм Театр и Театр Русской Драмы Бестужева. Три площадки. Билеты еще есть? Билеты пока есть, вот на какие-то спектакли есть. Ну, очень активно, да, такой ажиотаж, в общем-то. Да, да, на какие-то спектакли уже билетов нет, и поэтому надо будет успевать. Эрдин Батуевич, спасибо большое, что пришли в студию, спасибо за беседу. Мне напоминаю, это была программа «Актуальная тема». На этом все, спасибо, до свидания.